Итак, наш следующий герой уже пожертвовал немалую сумму в поддержку украинской армии. Более того, он добровольно ушел на фронт. Я говорю о Вячеславе Константиновском, который вместе с братом Александром являются известными и влиятельными бизнесменами. Здравствуйте. Мы решили познакомиться с вами чуть обширнее и ближе. И поэтому следующий сюжет о вас. В прошлой жизни лентяй, по большому счету. Мы много ездили, путешествовали. Одновременно мы жили в Америке, в Нью-Йорке. Начинали с нуля оттуда, занимались грузовыми перевозками. Мы уезжали, еще был Советский Союз. Советский Союз распался. Понятное дело, что мы приехали посмотреть, что происходит. Как бы ни было хорошо за границей, все равно дома всегда лучше. Сейчас просто понятно, что такой период, что если каждый как-то не включится, каждый не сделает что-то, что он может, то в итоге потом придется опять куда-то уезжать. Все мне очень не хочется. Первый шаг там дать деньги, там, ну, как бы казалось, что этого достаточно, да. Но потом ты как-то сам тебе мысль-то точит, что мы можем там больше сделать, да. Я физически хорошо подготовлен. Ну, решил поехать. Проезжаешь изюм, вот уже ближе к Славянску. Ну, тогда вот Славянск был еще такой, военный такой город. Страх. Смотришь на людей вокруг тебя, которые тоже не плачут, не ноют. Что-то рассказывают и понимаешь, что они тоже это все прошли, пережили там как-то. Ну, так там. Психологов там нет точно. Во время войны все правила меняются. Понимаешь, что, в общем-то, надо жить одним днем, потому что планировать, что будет завтра, ну, невозможно. Вячеслав, а в батальоне знают, кто вы? Ну, сюда проходило пару дней, потом кто-то узнавал. Ну, вы известный человек, да. Ваши фотографии есть и в интернет-ресурсах, и, собственно, в глянцевых журналах. Они оттуда черпали информацию? Ну, по-разному. Вообще-то, не везде есть интернет, тем более телевизор. Ну, как-то, даже не знаю точно, как, ну, кто-то узнавал. А для вип-персон есть какие-то особые условия? Ну, во-первых, для вип-персон, я себя не считал вип-персонами, и, как бы, я жил в общем, наравне со всеми, в общих условиях. Ну, это было бы вообще стыдно себе, какие-то отдельные условия, потому что люди сначала присматриваются, тоже, наверное, эти мысли у них возникают, что же он сейчас будет здесь делать. Ну, это быстро очень, там все становится понятно, кто есть кто, кто как себя ведет. Поэтому очень быстро это какое-то напряжение спадало, и потом уже не было никаких барьеров. Это, я считаю, мои друзья. Поэтому никаких проблем с этим не было. Все равны. Все равны в деле защиты Родины. Да, и это правда. Вячеслав, задам вопрос, который наверняка вам очень часто задают. Но все же, вы знаете, на что пошла та немалая сумма, которую вы пожертвовали в поддержку украинской армии? Первая сумма, это я считаю, что мы по наивности принесли в Сберкассу деньги, перечислили, ну, я не знаю их судьбу. Но после этого мы решили, что все необходимо будем покупать сам, тем более, когда ты экипировываешься сам и экипировываешь людей, которые рядом с тобой, и ты знаешь, что нужно, какого качества, ну, все подробности, тогда это намного более эффективно. И, конечно, жалко этих денег. Ну, я не знаю, куда они пошли, надеюсь, что на пользу. Я тоже надеюсь, что они пошли на пользу.